Продолжение следует... Ничего невозможно с этим сделать, милая. Понятно? Да, такой вот поворот, родненькая. Ничего невозможно с этим сделать. Потому что то, о ком ты говоришь, ты говоришь об эго. Потому что ты это эго, понимаешь? И больше ничего. Потому что твое отождествление ложное прямо сейчас. Ты говоришь, что ты можешь что-то сделать. Если бы твое отождествление закончилось прямо сейчас, ты бы осознала свою истинную природу. Недовольство понимаешь из чьей зла сразу же. Моментально. Вот прямо сейчас никакого недовольства ты не обнаружишь. Ни собой, ни с ней, ни кем-то еще. Так ведь? Или нет? Или есть недовольство? Ну-ка покажи пальцем, как ты недовольна, с кем недовольна. Нет, я недовольна тем, что я делаю. Я, например, что-то создаю. И потом вот... Какая природа эго, милая, понимаешь? Это знаешь, от чего происходит? От неблагодарности. Богу. Неблагодарности Богу за то, что есть. Понятно? И тогда ты все время создаешь это напряжение. Недовольство. Тебе все время не устраивает то, что есть. Оно есть такое, какое оно есть, понимаешь? И все, тут ничего не поделаешь. А твое напряжение возникает внутри. И никак не может влиять, понимаешь, на то, что дано. То есть, знаете, в кинематографии многие, кто занимался этим делом, они могут придумать фильм на бумаге. Да? Но перенести его на пленку, понимаешь, не удается никогда. Ну, в точности. Потому что реальность, она все меняет. То есть, происходит так, как оно происходит, понимаешь? Если у вас там запланирована съемка, например, сегодня. Солнечный день, понимаешь? А идет дождь. Они приезжают на съемочную площадку. Дождь идет. Что делать? Понимаешь? Вот как происходит. Реальность не спрашивает тебя. Просто это происходит так, как происходит. И все. Вернее сказать, кажется происходящим. Если ты пойдешь дальше, то осознаешь и это. Поэтому тот, кто всегда сопротивляется тому, что есть, он по факту ничего не может делать, не сделать, все равно. Потому что твое думание никак не зависит от того, что есть. Понятно? Что бы ты об этом ни думала. Знаешь, как некоторые говорят, вот там ашрам возникает. Они спрашивают, а зачем, понимаешь? И так далее. Начинает возникать. А он проявляется просто и все. Тут, ну, божественной милостью, понимаешь, происходит это. И чтобы ты там или кто-то об этом не думал, вообще на это не влияет на то, что он все равно проявляется. Ты будешь говорить себе, задавать вопрос, зачем или почему, а может быть... То есть он тебе, может быть, не нужен, но силой Всевышнего уже возникает. Он уже возник. Понимаешь? Я вас очень благодарю. И вот вы абсолютно точно сказали прямо вот в тему по поводу того, что нет благодарности. И получается, у меня был опыт, когда, по моим ощущениям, я прямо чувствовала энергию благодарности. Не просто благодарю, благодарю, а именно энергию. И вот это пропало куда-то. Сердцем, потому что ты действительно была благодарна сердцем. То есть именно сердцем ощущала вот эту благодарность. И тогда тебе, ну, как бы вообще не встает вопрос, как благодарить. Ты готова отдавать, потому что благодарить – это самая высочайшая радость. Понимаешь? Вот так. Ну, вот и замечательно. Уже чувствуешь это прекрасно. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok